Здравствуйте, товарищ Рыболова! Хочу поделиться своим мнением о такой приманке, как Гридигац от фирмы Pantone 21 Данная приманка обладает неповторимой формой своего тела что очень интересно Если дословно перевести название Гридигац, то она переводится как вертлявая обжорка То есть воблер имеет узкую спину и такое нажористое широкое брюшко То есть как объявшийся малюк Данный воблер у меня уже года 4 Загаре рекомендовал себя очень хорошо В своем арсенале имею в размере 99 SP SR То есть 99 мм его длина Плавучесть нейтральная и среднее заглубление Весит он 15,4 грамма Заглубляется он в принципе от 0,9 до 1,3 метра Рабочую глубину держит отлично Хорошо ловит щуку Нередко попадается на данный размер и окунь Такой интересный цвет Непроский Ультраблестящий Кстати у Pantone 21 имеется в ассортименте шикарнейшее То есть Шикарный ассортимент Цветовой гаммы На любой вкус и цвет От ярких кислотников До Так сказать Не знаю как назвать То есть Фэнтезийных цветов Глаза приманки Выправлены В фирменном Стиле То есть Видна Цифра 21 То есть Данные приманки Ни с чем другим Перепутать Даже по глазам И по форме Ни с чем невозможно Приманка Оснащается двумя Довольно-таки нормальными Тройниками Тройники Как себя Производитель Фирмы Овнер Сходы Очень редкие Она фактически Почти не бывает Если она его схватила То Это все Уже вряд ли сойдет Дружка этой приманки Выполнена В таком вот Интересном Стиле Как будто Потрескавшийся Что дополняет И придает Некий шарм Визуальной Данной приманки Данная приманка Не раз мне выручает Выручала По ловле щуки То есть Вешаются Шнурки От 300 И До 1,5 До 2 Килограмм Смело Лопатка Как и на всех Пантоновских Воблерах Довольно-таки Мощная Пластика Не жалеет Молодцы То есть Отломить Такую приманку Даже продирая Через камыш Вряд ли Думаю Получится Фурнитура То есть Кольца Нержавеющие То есть За 4 года Использование Ни разу То есть Как видите Рожавчина И коррозия Следов коррозии Не появилось Валютные качества Приманки Очень хорошие На твердую пятерку Приманка Оснащена Системой дальнего заброса То есть Со смещением Центра тяжести В хвостовую часть Воблер Летит По хвостам Вперед Не сильно Кувыркается Почти не Кувыркается И его можно Забросить Очень точно Под стеночку Камыша Либо же Под коряжку Что касается Проводки Это В принципе Можно применять Классический Твичинг То есть Средние силы Амплитуды Рывки Воблер На них Отзывается Очень хорошо Очень Ёрко Перемещается Из стороны В сторону Также Активно Показывает Боками Также Применима Проводка Стопенгу У данного Воблера Имеется Неплохая Своя игра На равномерной Проводке То есть Также Можно Применять Стопенгу Я думаю На него Будет В принципе Сам не применял Но думаю На него Будет ловиться Неплохо Так что Данную Приманку Всем рекомендую Стоит Она Сравнительно С Именитыми Японскими Аналогами Очень дорого Точнее Недорого По сравнению С ними Так что Если приобретете Пожалеете Приманка Уже Хорошо Зарекомендовал В интернете Уйма Отзывов О ней Так что Я не Мне Гром Не пожалел Как приобретать Один Воблер Для меня Это было Открытие Тем более Учитываю Внешний Вид Форму Телы Спасибо За внимание Данное Видео Обзор Подготовлен Специально По заказу Интернет Магазин Открытие Открытие